День добрый! Маленький Unboxing сегодня. Нестандартные и малоизвестные долговоломки должны быть здесь. Так, видим много полиэтилена, много попырки и отсутствие коробок даже нет Инструкции по сборке. Давайте посмотрим, что это. Это кубики от фирмы Хешу. Та самая фирма, которая произвела 18-сантиметровый кубик 3х3. Что мы видим? Что-то внутри гремит, это шейп моды. Ну, это точно шейп мод, а это трешка со скругленными уголками. Я думаю, будет что-то поинтереснее. Да что ж теперь. Сомневаюсь, что можно будет использовать подобные на соревнованиях. А почему я их купил? Я увидел, что на, скажем так, нескоростных головоломках сделали строение топовых моделей 3х3. Ну, то есть, большие отверстия между центром и угловыми элементами. И защита от флипов. Флип, он действительно не получается. Ну, тут и форма не та, чтобы флипаться. Ну, кстати, возвращаются не так же плохо. Будет разобрать, посмотреть, что там гремит. Из коробки достаточно сухие, поэтому я добавлю немножко смазки. Сейчас попробуем что-нибудь собрать. Размер стандартный. Немножко нестандартная форма элементов. Ну, если бы не вот это вот дребезжание, видимо из какого-то элемента что-то забыли вытащить. Какой-то мусор. Надо разобрать. Оп, все достаточно неплохо. То есть, уровень вращения какого-нибудь гон-лонга. Причем даже его обновленные версии. Давайте соберем что-нибудь. Цвета. Цветы достаточно приятные. Не очень разумно собираю. Ну да, ладно. Немножко непривычно. Не за что зацепиться пальцем при некоторых движениях. Скругленый. А, вот опять. Скругленый уголок. Ну, не очень. Подходит для скоростной сборки. Больше для коллекции. Для интереса. Да. Непривычно. Пытаешься зацепить угол пальцем. А это не выходит. Ой, 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 ой. Что-то я сделал не то. Забил сейчас форумом из-за того, что не смог зацепиться. Ну, это если так и правда, я плохо собираю. Ну, забавная бездюушка. Ничем это не отличается от обычного кубика 3х3, кроме скругленных углов. Посмотрим на второго кандидата. Это Shape Mode. Тоже 3х3. В виде... Ох, какой сухой. В виде цилиндра. Я еще их разберу все-таки. Я его тоже смажу, дабы было все это не так сухо. То есть, на ней можно делать те же самые пиф-пафы. Надо крутить. Гораздо менее удобно. То есть, мы также видим белый и желтый цвет. Ну и 4 стандартных цвета. У меня уже была бочка. Тоже, по-моему, от фирмы Hesho. Вот эта была. Сейчас достану, покажу. Вот такая вот. То есть, если сравнивать качество. Ну, это еще в виде восьмиугольника сделано. Кручение гораздо скромнее. Ну, старая головоломка. Это посвежее современным строением. Если возникнет желание купить что-то подобное, естественно, данный экземпляр гораздо лучше этого. Попробуйте собрать. Наверное, стоит. Наверняка, это очень сложно. Давайте перемешаем. Конструкция очень похожа на этот. Но крутится потуже. Ну, возможно, из-за своей формы. Или просто из-за степени настройки другого. Ну, чтобы просто потуже сделали. Ну, что-то замешанное. Попробуем собрать. Чем просто бочка, здесь не надо ориентировать вот эти центры. Ну, то есть, крест у нас сразу хороший. Так. Он у нас полностью симметричный получается. Что-то технически здесь, наверное, его можно собрать по-разному. Я могу эту пару поставить как сюда, так и сюда. Не обратил внимание, как оно было изначально. Давайте. Так, здесь мы перед цветом поставили. Здесь тоже перед цветом. Ну, и здесь может, как я понимаю, возникнуть псевдопаритет, как на Фишере. И вот он и возник. То есть, нет креста. То есть, это я не палка, не толка. Как решить? Просто вынимаем одну из пар. И загоняем ее как трехходовку. Все решается. Сделаем в два этапа. Это у нас восьмерка. Или уши. Давайте изобразим восьмерку. Да. Это была восьмерка. Ну, и смотрим, что нам остается. Скипанули ребра. Осталось расставить по местам уголки. Ну, делаем это как-нибудь хаотично. Ни один на месте не стоит. В шейп модах лучше делать по простым методам. Так. Вот один уголок встал на место. Видимо, надо было обратный алгоритм провернуть. Ну, просто делаем его дважды. Как бы так. Как понимаю, наверное, возможно его собрать. И располагая вот эту пару с этой стороны. Но тоже будет не проблема. Так. Ну, давайте вскроем. Если не будут скрываться. Они очень плотно сидят. Ну, там строение профессионального кубика. Потом вскрою и приложу фотографии. На этом все. Забавные кубики. Ну, этот мало интересен. Это бочка обновленная. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Поехали. Пока.